В обл. администрации состоялся округлый стол рабочей группы Комитета экономических реформ. На этот раз на заседании рассматривали перспективы реконструкции жилого фонда. Впервые с тех пор, как заговорили о реформировании ЖКХ, открыто признают, власть никогда не отремонтирует жилой фонд. В бюджете попросту нет для этого денег. Жильцам предлагают браться за дело самим. Считают, другого выхода просто нет. Сколько бы мы не пытались заигрывать жильцами, не говоря о том, что мы не будем использовать их средства при проведении ремонтов, это будет неправда. Потому что без привлечения средств жильцов нам просто-напросто эту проблему не решить. Посчитали, капремонт многоквартирного дома обойдется в среднем в миллион гривен. Так что скинуться одним жильцам или накопить в тарифе не получится. В региональной концепции предлагают долевое участие жителей местных органов самоуправления и банков. Первым шагом должно стать создание ОСМД. Жильцы берут на себя какие-то обязательства. Это безусловно на себя берут обязательства и город. Безусловно сторонние организации в виде международных траншей. Возможно, при влечении финансовых организаций, финансовых структур. Утверждают, вложенные в ремонт средства окупит термомодернизация жилья. Правда, за 10 лет, а может и меньше, с учетом цен на энергоносители. 80% стоимости реконструкции готово дать государству. Чем мы меньше заплатим за энергоносители, тем, естественно, больше у нас будет на свое собственное развитие. Сейчас в области около 5000 многоквартирных домов нуждаются в реконструкции. По предварительным подсчетам это 5 миллиардов гривен. И с каждым годом эта сумма увеличивается. Идеологи реформ утверждают, чем раньше начать создание ОСМД, тем в лучших условиях окажутся сами жильцы. Уверены, смена существующей системы хозяйствования – лишь вопрос времени.